Йо, привет, друзья! С вами снова я, Антон Зетт, и сегодня я хочу научить вас делать самые простые трюки на пенеборде, потому что я знаю, что у меня есть ребята, на которые на меня подписаны, вы часто катаетесь на пенебордах, и просите меня, Антон, запиши, пожалуйста, это видео, какие делать трюки для новичков и вообще, как правильно кататься. Так что сегодня я вам все расскажу и научу. А кататься я буду вот на таком вот прочном пластборде от Union. Кстати, на сайте Z-Barshop есть огромное количество пластика разных цветов и размеров, 22-27, так что залетайте, купон Антон Зетт, скидочка для вас. Ну а мы начинаем, гоу! Итак, первое, с чего мы начнем, это с правильной постановки ног на пенеборде, потому что у некоторых всегда возникают ошибки, особенно те, которые говорят, блин, у меня нога 45-го размера, и мне неудобно кататься на 22-дюймовом пенеборде, я покупаю себе 27-й. Но, ребята, это не так. В принципе, на таких дощечках можно кататься с любым размером ноги. У меня вот 42,5, и мне, в принципе, максимально удобно кататься на такой доске. Как же все-таки правильно стоять на пенеборде? Во-первых, на пенеборде мы будем выбирать стойку круизинга, то есть передняя нога у нас стоит вот так, а задняя вот в такое положение. Ни на тейл, ни на хвост, ни на середину, вот прям на болты. Тогда нам будет удобно маневрировать на этой маленькой дощечке. Если вы поднабрали большую скорость, то тогда можно переднюю ногу немножко изменить и поставить ее вот в такое положение наше классическое, как на скейте, так и на лунгборде. Тогда вы сможете на большой скорости немножко поворачивать. Но запомните, если вы разогнались очень быстро именно на пенеборде, то не надо поворачивать с помощью тейла. Этому сейчас мы чуть позже научимся, но я расскажу, в каких случаях лучше так поворачивать. Итак, следующий этап, как только вы научились правильно стоять и отталкиваться на вашем любимом маленьком пенеборде, теперь приходит время научиться делать самые простые трюки. Я буду рассказать вам самую начальную базу, ну и в конце немножко сложных трюков тоже добавим. Итак, чему вы должны первого научиться? Это делать часики или по-простому, как говорят в России, ромашку. Способ максимально простой. Вам нужно научиться держать немножечко баланс, поднимать переднюю подвеску. И как только вы поймете, что вы не падаете назад, уже можно делать вот такие движения, часики. Вот, вот так, раз, два, раз, два. Вот, раз, два, раз, два. Это упражнение очень хорошо вам поможет передвигаться в городе, так как на пенеборде сложно поворачивать в обычной стойке, то есть в нашей круизной. Поэтому, чтобы резко завернуть вправо или влево, когда перед вами появляются препятствия, то через стейл, то есть через часики, можно легко это сделать. Поэтому, прежде чем учиться следующие трюки, хорошо отучите элемент часики или, как любите, ромашку. Пишите в комментариях, кому больше нравится. Итак, следующие трюки, и мы их называем самые эпичные трюки на скейтборде. В пенеборде их тоже можно сделать. И напоминаю, ребята, эти трюки только для тех, кто прям, ну вот, очень любит, когда ты на пенеборде, просто кататься, но хочет научиться хоть что-то делать. Итак, простой трюк, называется березка. Кладем наш пенеборд вот в такое положение на носки, не на все кроссовки, а вот только на носочки. И легонько прыгаем не вперед, а просто вверх. И прыгаем. Все. Этот трюк только нужно выполнять строго на болты. Погнали дальше. Итак, следующий эпичный трюк называется кейвман. Он немножко сложнее, но лучше выполнять его на траве, когда вы только учитесь. Я вам покажу, как делает его на асфальте. Хватаемся передней рукой за нос. Вот. И запрыгиваем на доску. Кидаем доску под себя. Вот. Так. Так. Все. Чтобы не убраться, чтобы вначале не уехать никуда, напоминаю, делайте сначала на траве, а потом уже на асфальте. И самое главное движение это кинуть доску ровно под свои ноги. Подпрыгнули. И закинули. Все просто. Гоу. Поднимаем планку и учимся делать уже более сложные трюки, но все равно они считаются самыми простыми. Этот трюк подойдет для тех, кто очень любит флиповать доску, но не умеет щелкать, не умеет олли, не умеет даже выводить ногу. Поэтому сейчас покажу, как флипануть эту дощечку на ходу. Итак, ребята, чтобы научиться вот такой вот флип на пенеборде, нужно сделать несколько движений. Во-первых, научиться флиповать доску. Флипуем ее задней ногой, не передней, а именно задней. И флипуется она вот так. Подкидывали, поймали. Подкидывали, поймали. Вам нужно во время поднятия ноги носок выпрямить. Не вот так поднимается, а вот в такое положение, то есть обратно. Вот так. Оп. Выпрямили. Если вы будете поднимать доску вот так, то она просто будет у вас улетать. И не флиповаться. Так делать не надо. Чтобы сделать этот трюк на ходу, вам нужно переднюю ногу опускаем на асфальт впереди подвески. Вот сюда. Поднимаем заднюю, доска вот едет. И в этот момент просто ловим нашу дощечку. Опустили, оп, и поймали. Можно научиться сначала ловить на заднюю ногу, а потом уже доставлять переднюю. Но чтобы этот трюк выполнялся как можно легче, набирайте маленькую скорость. Тогда у вас все получится. Погнали дальше. Ну что, переходим к финальному и более сложному трюку. И уже вместе с рукой. Потому что, что, есть трюки, где делаются ногами, а есть трюки, где делаются еще при помощи руки. И поэтому сегодня я научу вас делать бонлис на пенеборде. Не бойтесь, название какое-то, может, супер жесткое, скейтиское. Но на самом деле все максимально просто. Выполняется трюк вот так. Немножечко разогнались, схватились за доску и подпрыгнули. Все просто. Едем и поймали. Ну, можно немножко чиркнуть Тейла для стиля. Итак, как же все-таки выполняется этот трюк подробно? Постановка ног у нас вот такая вот классическая скейтерская. Нам расхватиться задней рукой за середину борда, переднюю ногу опустить на асфальт и вместе с доской подпрыгнуть на передней ноге. То есть делать вот такое движение. Оп. Оп. И когда мы делаем прыжок, нам нужно запрыгнуть на доску. То есть оп. И запрыгнули. Ну, вот на мануал запрыгнул прям. Разогнались, схватились за доску, поставили переднюю ногу на асфальт, подпрыгнули и уехали. Все просто. Чтобы не было страха делать его на асфальте, делайте все на траве. Тогда у вас получится все намного быстрее. Ну что, ребята, как только вы научитесь делать эти самые простые и базовые трюки, вы сможете связать их в самую стильную дорожку и показывать уровень на пенеборде. Сейчас покажу, как это делается. Запрыгнули на березку. Сделали часики или ромашку. Подразогнались. Зафлиповали. Бонлис. И в конце увидели, друзья, такие. Йоу, смейчу могу. Кеймэн. И уехали в закат. Ну что, ребята, теперь я жду трюки от вас. На ваших любимых пенебордов. Но как только вы научитесь делать все эти трюки, я предлагаю вам научиться следующий трюк. Это флип на пенеборде. Так что пишите в комментариях, кто хочет увидеть флип на пенеборде. С вами был Антон Звягинцев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте максимально экстремальные лайки. И не забывайте, что у нас этот баршоп самый лучший пластик. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok